И пославлю. Хотя я заметил, что в тепле история длиннее. Какой мне язык загрязал. Лопаем. Мойши Кульбака называли вундеркин еврейской литературы. Он не уроженец Вильям, он уроженец Белоруссии, из Маргони. Он в какое-то время в Кавнусе жил. Учился в разных Ешивах. Он приезжает в Вильнюк и работает учителем литературы. В Вильнюсской реальной гимназии, где мы были, я встречал людей, которые у него учились. И вот все они в один голос говорили, что такого преподавателя литературы больше не было. То есть он каждое произведение выстраивал как моноспектакль. Он заходил в класс, и он начинал играть произведение. У него был и актерский талант. И вплоть до того, что его ученики мне рассказывали, что когда звенел звонок и заканчивался урок, дети начинали плакать и говорить. Читайте, учитель, читайте. Не хотели уходить, им хотелось знать, чем закончится. Вот он был совершенно невероятным преподавателем. Ну и что интересно, что его поэма Вильна, она модернистская поэма, она полна метафористик и очень интересных образов. Но его поэма Вильна считается, наверное, вот величайшим произведением, которое увековечило и прославило этот город. Он назвал Вильнюк камеи, вплетенные в Литву, псалмом, выстроенным из железа и глины. То есть потрясающие совершенно образы. И вот когда был юбилей Вильнюса, то правительство Литвы издало подарочную такую книжку. На 9 языков переведена эта поэма. И это был официальный подарок правительства Литвы, произведение еврейского поэта, посвященное этому городу. Кульба, к сожалению, в 28-м году принял очень опрометчивое решение. Он оставляет Вильню и едет в Советский Союз, в Советский Минск, строить коммунизм. Где он упал жертвы в 37-м? Репрессии? А? Репрессии? В 37-м он был арестован. И вот так в возрасте 41-го года закончил свою жизнь один из величайших литераторов, которым не проставился еврейский народ. Он был величайшим и поэтом, и прозаиком, и драматургом. То есть трудно себе представить, до каких высот дошло бы его творчество, если бы не эта гибель. Ну и мы встречались с дочерью его, с Раей. Это там у всей семьи очень страшная история. Сын его погиб в Вильнюском гетто, Илья, который, прошу прощения, в Минском гетто, родился он в Вильне. Он родился на гетто, вырезаем, он женился, он преподавал тоже в Вильню, был также семинар по, ну учительский институт, да, семинар выпускали учителей еврейских школ. И он преподавал там, он женился на своей студентке, гению, у них родилось двое детей. Вот Илья, который погиб в последствии в Минском гетто, и Рае, которая выжила благодаря тому, что она была отправлена в детдом после ареста его и ареста матери. Его жена была также собственная в лагере для жен браков народа. Рае отправили в детдом, и поэтому она выжила, потому что детдома эвакуировали. Очень трагическая история, но как бы это тот человек, который стал вот как бы, ну, если можно сказать, живым творческим нервом в Вильне. Более того, вот в этой Реаль-гимназии он ввел очень интересную традицию, он ввел литературные кружки для родителей. То есть вот дети были, допустим, после школьного дня, что как бы вот эту Вильнюсскую Реаль-гимназию отличало, после школьного дня учебного дети не расходились. Там было огромное количество кружков, там был и хор, которым руководил учитель Герштейн, учитель Яков Шер руководил кружком рисования и так далее. То есть были разные кружки для детей, а по вечерам было огромное количество мероприятий для родителей. А родители это были в основном рабочие люди. И вот он организовал вот эти вот литературные декламации Курбан. И мне рассказывали тоже люди, вот величайные старые, что на эти кружки, особенно вот на его декламации, приезжало огромное количество женщин и девушек не только из Вильню, но и из окрестностей, не столько из-за понимания в поэзии, сколько он с окупантом красавиц. Увидеть этого красавца, он был очень, видно, симпатичным мужчиной. И вот эти вот литературные кружки стали пречевоизыцах Вильнюси. Все. Все. Все, выжили эту карточку до конца. Спасибо. Спасибо.